Последний год можно смело вводить новый термин КТ-истерия, когда без направления врача пациенты проходят КТ-исследования самостоятельно. Как Российское общество рентгенологов и радиологов Международной ассоциации и стандарты помощи регламентируют допустимую кратность выполнения КТ или допустимый уровень для пациента? Позиция общества отражена, у нас есть публикация, мы опубликовали рекомендации в нашем журнале «Вестники рентгенологии и радиологии» и в журнале в ультразвуковом, потому что Игорь Евгеньевич Тюрин, главный внештатный специалист Минздрава по рентгенологии, Владимир Митьков, главный специалист по УЗИ и я, мы подключились к написанию методических рекомендаций. Есть известные рекомендации по ковиду Минздрава, которые лежат на сайте Минздрава, но мы подключились где-то в середине процесса, потому что в первом варианте там были рекомендации по лучевой диагностике изложены немножко своеобразно, и мы решили, что это нужно подправить. И я считаю, что мы все сделали очень грамотно, и там вот вопросы, о которых вы говорите, они отражены очень хорошо. Я поясню вот для слушателей. Дело в том, что, конечно, то, что в России так широко применялось КТ для диагностики ковида, это было не совсем правильно, но здесь очень большую роль сыграло также соцсети и пиар, потому что вы помните, да, что весной прошлого года про эту тему очень много говорилось, про скрининг-центр, сортировочный центр, что вообще КТ вышло на первое место. Такого не было нигде в мире. Мы участвуем в международных исследованиях, если вы даже посмотрите, как мы говорим, хотя в России богатое здравоохранение, раз мы себе можем позволить делать КТ всем больным с ковидом, но если вы посмотрите рекомендации национальных обществ европейских стран, Великобритании, где общественное здравоохранение, как вы знаете, оно похоже на Россию, американские рекомендации, рекомендации Европейского общества радиологов, нигде не рекомендуется массовое применение КТ, то есть там написано, что базовый метод – это рентгенография, КТ, и не рекомендуется делать КТ часто. И я тоже всем говорю, в личных, когда мои знакомые мне звонят и говорят, вот у меня ковид, надо ли мне делать КТ, обычно я их отговариваю делать КТ, если у вас не тяжелая ситуация, я говорю, если вы нормально дышите, потому что я считаю, что главное в диагностике ковида – это, а, это, конечно, лабораторная диагностика, и, б, это дыхательная недостаточность и общее тяжесть состояния пациента, что если у человека нет дыхательной недостаточности, то, собственно говоря, от того, что мы на КТ найдем у него 5, 10, 15, 5% поражения легких, учитывая, что этиологической терапии ковида нет, то это в его ситуации ничего не изменит. Если у него дыхательная недостаточность, его нужно класть в больницу, и в больнице ему сделают КТ. Вот ответ на вопрос. Поэтому, когда была первая волна ковида, вот КТ выполнялась в огромных количествах, как нигде в мире. Потом, уже анализируете ошибки, мы в этом не участвовали, как бы в этой волне скрининга, да, и высказывали мнение, что это не очень правильно. При второй волне ковида уже наоборот, значит, все масс-медиа стали обращаться вот к разным опини-лидерам. Я давал интервью, где мы как раз вот примерно высказывались в таком ключе, что не надо делать КТ без нужды и в таком количестве. Ну, опять же, в рекомендациях написано так, что применение КТ и вообще лучевой диагностики должно основываться на, естественно, в первую очередь, медицинских показаниях, целесообразности, здравым смыслом и, конечно, доступности ресурсов. Потому что понятно, что то, что может и делала Москва, это недоступно в регионах. В таком количестве, нигде, даже в мире нет такого, что в поликлиниках стояли десятки компьютерных томографов, да, и которые в состоянии были это делать. Конечно, КТ превосходит рентгенографию в выявлении матовых стекол и изменении вирусных пневмоний. Вопрос, как это влияет на лечение, да, о чем я уже говорил. Дело в том, что вот даже я с моими коллегами, мы даже написали статью на эту тему. В предыдущей, скажем, эпидемии гриппа в течение десятилетия никто так широко как это не применял. Известно, ну, есть, это очень старая история, Игорь Евгеньевич Тюрин на эту тему много читает лекции, что матовые стекла, это не специфика для затемнения, вот, нежной, да, при КТ, это не специфика ковида, это картина вирусной пневмонии, достаточно тяжелой вирусной пневмонии. И у ковида есть некая специфика, там, как мы говорим, паттерны типа поражений, которые позволяют, характерны для ковида. Но, в принципе, если я глянусь назад, люди, например, с гриппом тяжелым, когда они попадали на КТ в больнице, у них есть те же самые матовые стекла в легких, да, это картина вирусной пневмонии, не бактериальной вирусной пневмонии. Просто никогда в эпидемию гриппа, ну, вспомните, да, никто же на КТ больных не отправлял. Ну, болеет и болеет, ну, кашляет, чихает температура, лечитесь дома, тяжелый, положим в больницу, сделаем КТ или рентген. Поэтому ответ суммирует, да, что, конечно, как я уже сказал, к КТ, к грудной клетке, должны быть показания. Это очень важный метод, который позволяет оценивать тяжесть поражения, динамику поражения. Очень важный метод для диагностики, потому что иногда это оказывается не ковид. Но массово, конечно, это делать, сейчас уже стало ясно, что вот такое массовое выполнение не нужно. Ну, и, как всегда, опыт, сын ошибок трудных, да, это как история с лечением ковида плаквенилом. Уже сейчас никто про скрининг-центры не говорит, это не на слуху, и эта вся история, она тихонечко свернулась, да. Но, с другой стороны, уже продолжая двигаться, это передвинулось в больницы. Как вы знаете, практически во всех больницах люди, которые кладут, их кладут на любой вид лечения, им либо до госпитализации, на амбулаторном этапе, либо в первый день госпитализации, выполняется КТ грудной клетки. Опять же, надо это, не надо, в рекомендациях Минздрава написано, что это, опять же, диктуется, сама больница, каждая определяет, мы это делаем, мы это не делаем. Но вот реально, насколько я знаю, в большинстве больницы это делается. То есть, значительно возросла нагрузка на рентгенологов, на отделение, потому что выполняется огромное количество КТ грудной клетки. При недоступности КТ, насколько оправдано на амбулаторном этапе оценивать поражение легких с помощью рентгенографии или УЗИ легких? Это, во-первых, полностью соответствует рекомендации Минздрава. В рекомендации Минздрава так и написано, что начальный тест – это рентгенография, потому что рентгенография позволяет выявить тяжелые поражения легких при ковиде, которые требуют госпитализации. Если мы говорим, ну там вот какая-то мелочь, которую не видно при КТ, ну, значит, это та мелочь, которая не угрожает жизни больного, не приводит к дыхательной недостаточности. Вот и простой ответ на вопрос. И опять же, если вы посмотрите, откройте рекомендации НАИС Британского института здравоохранения или американские рекомендации, там везде диагностика начинается с рентгенографии. Поэтому, конечно, мой совет для регионов – использовать рентгенографию. Возвращайтесь к ультразвуку, потому что в первых рекомендациях, мы это потом подправили, там ультразвуку было уделено большое место, но я на это что могу сказать? Я считаю, что ультразвуку сейчас в нынешней ситуации и в любой ситуации, он реально никакого значения легких не имеет. Почему? Потому что людей, экспертов, которые умеют делать и интерпретировать УЗИ легких, их единицы, их очень мало. В большинстве больниц и поликлиник этих врачей нет. И те врачи, которые эксперты, УЗИ видят небольшие поверхностные участки легких, где есть консолидация, где уплотнена легочная ткань, потому что, естественно, ультразвуковые волны не проходят через нормальную легочную ткань. Поэтому, если у человека есть жидкость, плеврит, безвоздушная легкая, отелектаз, это все видно. Поэтому, конечно, в реанимациях у тяжелых больных вместо палатного рентгена можно... Но это другая история. Реанимационный больной, который лежит с тяжелейшим поражением легких в реанимации, это другая история. И когда у него отелектазы испавшиеся легкие, это тоже, честно говоря, как-то влияет на лечение. Это еще большой вопрос. То, что я на УЗИ вижу, ну хорошо, легкая потом расправилась. Это старая история, хорошо известна. Под контролем УЗИ делают плевральные биопсии, смотрят на талектазы, диагностируют плевральные опухоли легкого. Но это другая история, это не ковид. И сделать палатный рентген, в общем, это стандарт, совершенно не проблема. Во всех больницах есть мобильные рентгеновские аппараты, делаются рентген. Поэтому были даже люди, которые и публикации были российские, что можно и МРТ делать, можно и МРТ делать, при МРТ видна пневмония. Но это все наука, это не рутина, потому что МРТ-омограф меньше, они неудобны. Это труба, там больше противопоказаний. Их нужно стерилизовать, эту трубу, значит, там распылять, мыть стенки этой трубы. Это совершенно непрактично. МРТ не лучше КТ. Поэтому и та же самая история с УЗИ. То есть никто не запрещает делать. Написано, что УЗИ есть место, если есть специалисты, желание и умение это делать. В целом рекомендовать, что, знаете, делайте УЗИ вместо КТ. Это невозможно, потому что, во-первых, потому что просто КТ лучше. Вот реально КТ лучше. Вот и все. Имеют ли беременные ограничения для диагностической визуализации органов клетки при коронавирусной инфекции? Конечно, она имеет. Но что я хочу сказать, что это очень частый вопрос, не касающийся ковида, беременности, КТ. И у меня были случаи, когда мне пациентки писали, находили мне письма, что, знаете, я не знал, что беременна, мне сделали КТ-люхи. Что мне теперь делать? Делать ли они аборт или что мне теперь делать? Я на все эти вопросы отвечаю так. Та же самая история, что выполнение КТ беременной с ковидом определяется клинической целесообразностью. Насколько это нужно? Нужно ли это сделать? Потому что в целом ответ следующий, что беременной можно делать КТ, только польза должна быть больше, очень маленького риска. Хочу пояснить. Дело в том, что еще одна вещь, что и рентгенография, и КТ грудной клетки – это излучение локализованное. Излучение попадает только на легкие. Оно не разносится, как лекарственный препарат по телу с кровью. Оно действует только на то место, которое облучает рентгеновская трубка. Есть понятие вторичное излучение, когда излучение рассеивается и распространяется по всему телу, но оно в сто раз ниже, чем то излучение прямое, которое попадает на кровью клетку. То есть таз беременной женщины никто не сканирует. И если нужно, острый живот, какая-то патология, сделают и скан КТ. Но это другая история, это не ковид. Поэтому и вторая история, что КТ беременным нужно делать в низкодозном режиме. Это тоже превратилось, есть термины ультранизкодозные КТ, низкодозные КТ, но стандартный термин низкодозные КТ. Низкодозные КТ можно сделать на любом компьютерном томографе. Просто врач или генлаборант должны просто об этом подумать. Не делать это по стандарту. Вообще наша практика, мы всем больным делаем низкодозную КТ с ковидом, потому что матовые стекла и мелкие узелки, и при скриньгерах легкого, низкодозные КТ изображения чуть более шумные. Но на них видно все то же самое. А лучевая нагрузка падает в разы. И, конечно, это зависит от того, насколько современный прибор. Но даже на старом приборе вы можете сделать низкодозную КТ с лучевой нагрузкой в 1-2 миллизиверта. То есть по международным рекомендациям низкодозные КТ, по американским это КТ с лучевой нагрузкой меньше 2 миллизиверта. На современных приборах, если это приборы последнего поколения, неважно, с каким числом детекторов, для легких все равно сколько детекторов, 16 или 640, абсолютно все равно. Можно сделать лучевую нагрузку с лучевой нагрузкой в 2 сотых, в 1 сотую миллизиверта. Это такая же лучевая нагрузка, как при генографии. То есть для КТ лучевая нагрузка перестала быть вот таким страшным фактором. Насколько в клиническую практику вошла система дистанционного описания изображений? Не приводит ли это к ошибочным трактовкам? Ну, вы знаете, вот тоже, я считаю, ну, дело в том, что телерадиология, она очевидна, поскольку мы делаем с изображением, поэтому телерадиология, я считаю, что это такая наиболее яркая сторона телемедицины. Потому что история телемедицины, она очень древняя и давняя. И я, поскольку в медицине работаю давно, я помню истории там с передачей КГ, не знаю, по спутнику во Владивосток и так далее. Это все понятно. Или там, я еще застал времена, когда брали рентгенограмму, подносили ее к веб-камере, да, и, значит, люди говорили, вот мы за тысячу километров видим рентгенограмму. Сейчас это все очень просто с развитием интернета. Реально все врачи-рентгенологи, сейчас очень много врачей совмещают работу. Они работают в частных клиниках или в другой клинике по вечерам, по ночам, по утрам. Они все сидят в интернете и консультируют изображения. Поэтому я ничего в телерадиологии плохого не вижу и не считаю, что она источником ошибок. Я всегда говорю, слушайте, ну вот я описываю изображение, я сижу, вот рентгенолог, я сижу в соседней комнате, описываю изображение на работе, или я сижу за 10 километров. Где прописано, с какого расстояния начинается телерадиология? С соседней комнаты или с 10 километров или с 1000 километров? Ответа нет. Все-таки основное, я думаю, определение, это то, что врач не на месте основной работы, это вот не близко от прибора, потому что функция рентгенолога, она не единственная в чтении изображения. Все ошибки, которые критики, ну не критики, а опасения высказываются в отношении телерадиологии, они исходят, они тоже оправданы, потому что в первую очередь это зависит от квалификации врача. То есть, если врач хороший, он одинаково смотрит и телерадиологически, когда он сидит рядом. Это квалификация врача и, конечно, это полнота клинического материала, потому что вот я тоже много консультирую, и, конечно, если я ничего не знаю, мне очень часто бывает, вот посмотри, про больного ничего не знаю, посмотри, что скажешь. Либо мне дают там какая-то была история операции, выписки, предыдущие исследования, конечно, мое заключение будет совершенно другим. Есть еще, правда, одна деталь с телерадиологией, и я тоже вот, она такая близко к, как это называется-то, такая, я бы сказал, физиологическая. Это, конечно, дело в том, что масса есть статей, и, например, что вот консультация по мобильному телефону, вот есть вьюер, я могу с мобильного телефона, смотрите, грамму описывать. Но я знаю по себе, что когда я, например, что-то смотрел на планшете или в телефоне, то какую-то мелочь просто из-за физиологии зрения я могу не увидеть. Поэтому, конечно, когда я смотрю на большом мониторе, в спокойной обстановке, это число пропусков меньше, это доказано. Поэтому, в общем-то, вот в те больницы, либо вот в Москве, вы знаете, очень известный опыт работы Московского центра телерадиологии, там все-таки определенные требования к телемониторам, и в целом человек должен работать в спокойной обстановке. Когда я консультирую, набегу в условиях нехватки времени, я вот где-то дома на кухне, на ноутбуке что-то быстро посмотрел, а это неизбежно, вот многие люди вот так этим занимаются, то неизбежно риск ошибок, конечно, есть, потому что должна быть, конечно, концентрация внимания, спокойная обстановка, отсутствие телефонных звонков, дефицита времени и так далее. Поэтому, но с другой стороны, еще есть одна история, с другой стороны, про телерадиологию, что сейчас появилась тенденция делать телерадиологию, что вот врач, он чисто телерадиолог, он сидит вот в помещении и только занимается телеконсультациями. Это тоже совершенно нормальная модель, совершенно жизнеспособная, но все-таки в этом случае у врача должен быть достаточно большой опыт, потому что пока, вот очень, это до сих пор возникает, такая модель вызывает нареканий и критик, потому что врачи, рентгенологи, я вот, я в белом халате, я себя привык чувствовать частью больницы, я часть коллектива, я могу поговорить с коллегами, я чувствую, что я работаю в больнице, делаю какое-то большое дело. Если меня сейчас отправить работать в какое-то там специально выделенное помещение, я буду сидеть, значит, там в футболке, да, и там в джинсах и описывать изображения, либо я вообще буду сидеть у себя на даче, это другая история, да, и вопрос, не деградирую ли я через какое-то время, да, если у меня не будет, хотя все эти вопросы решаются, устраивается разбор ошибок, устраивается аудит, устраивается телеконференция с специалистами, то есть вот любые возражения, которые я высказывал или кто-то выскажет в адрес телерадиологии, они очень легко разбиваются, потому что есть известные инструменты преодоления обратной связи, контроля ошибок, контроля качества изображения, поэтому, опять же, я считаю, что телемедицина, телерадиология, это без сомнения добро, если она правильно организована и правильно позиционируется. Она не может быть единственным инструментом, потому что, как я уже говорил, все-таки значительная часть врачей, она должна быть частью лечебного учреждения, но как в виде помощи, аутсорсинга, она выказывает определенную роль, потому что, например, есть масса учреждений, которые не в состоянии, например, обеспечивать ночью держать врача. Да, значит, вот ночью может быть рентген-лаборант, который сделает исследование, кто опишет. Ну, опять же, я это все хорошо знаю, что я много лет работал в другой больнице, у нас было, надо было работать по ночам, все живут далеко от больницы, много там докторов из полносковья, они говорят, пожалуйста, мы готовы дежурить, но есть дома. То есть у нас дежурил рентген-лаборант, и врач, он дежурил дома, ему звонили, он по компьютеру открывал, значит, через там ПАКС-серви открывал изображение, звонил, говорил по телефону или через веб-камеру с дежурным врачом, в чем вопрос, какие сомнения, обсуждали этот случай, писал предварительные заключения, утром, смена, которая приходила утром, она уже писала окончательные заключения, которые, значит, полные, то есть писалось предварительные с находками. Кстати, мы также работали при ковиде, у нас была форма экспресс-заключения моментального, которая писала в течение 10-15 минут, и чуть позже писалось уже подробное заключение со всеми случайными, значимыми, незначимыми находками. Хотя, опять же, я вам еще раз говорю, я знаю реалии, вы знаете реалии, что сейчас всем больным, которые поступают на стационарное лечение, выполняются КТ-кульные клетки. Хотя в регионах не везде это могут обеспечить, и там, где меньше КТ, или где они ломаются, и из-за такой нагрузки иногда люди, ну, не знаю, с онкологией, нужно сделать многофазную КТ-брюшную полость, им приходится ждать и откладывать. То есть, опять же, вопрос насыщенности оборудованием. Так ли это нужно? С формальной точки зрения, мне кажется, что нормальная рентгенограмма грудной клетки и отрицательный тест на ковид позволяют сказать, что у этого человека нет ковидной пневмонии, потому что, если это ковид маленький, вот эти маленькие уплотнения, это не очень специфичные находки, тоже хорошо известно, вот в рекомендациях Минздрава, в статьях, есть же вероятностные шкалы, есть атипичные или типичные проявления ковида, потому что, так называемые матовые стекла, это есть огромный список болезней, которые могут проявляться участками матового стекла. Поэтому КТ очень чувствительно, но КТ не специфично, это может быть другая болезнь. Поэтому тут опять риск гипердиагностики и неоправданной, допустим, задержки лечения, оперативного лечения, из того, что при КТ нашли какое-то уплотнение, а может быть тест отрицательный, давайте мы подождем, давайте мы вас выпишем, сделаем контроль, а время идет. В Москве проходил проект по скринингу рака легких с помощью низкодозной КТ. Должна ли НДКТ использоваться в качестве стандарта для выявления ранних стадий рака легких? Это вы понимаете огромную проблему, но дело в том, что, да, на самом деле история скрининга рака легких с помощью КТ, она очень старая, потому что такие проекты и до московского просто было меньше пиара. Такой проект был в Санкт-Петербурге, не знаю, там 10 лет назад или что-то около этого. В других регионах методические рекомендации были написаны, на эту тему публикации были, но просто вот проект Москвы, он был лучше организован. И, ну понимаете, как, вот первый пилот, что значит пилот? Он показал реализуемость этой модели, но она понятна совершенно, да? Просто вся эта история же началась с знаменитого американского трайла по скринингу рака легкого. Дело в том, что, когда люди об этом говорят, есть очень большая история скрининга рака легкого. Во-первых, было показано раз за разом, и было огромное международное исследование, и советские, рентгенография и флюорография легких массово для ранней диагностики рака легкого не годится. И когда появилось КТ, было, ну не знаю, чтобы не соврать, может быть, 15 трайлов с КТ, которые не показали то, что можно снизить смертность от рака легкого с помощью КТ. И только КТ стало, когда КТ стало мультиспиральной, с тонкими срезами, еще не низкодозный, американский трайл, который был, и потом это было воспроизведено в европейских трайлах, это самым знаменитым, который является, вот нидерландское исследование Нельсон, из недавних, европейское, было показано, что можно снизить смертность от рака легкого путем диагностики, выявления ранних стадий. Но, отвечая на ваш вопрос, дело в том, что скрининг рака легкого, это не просто нескодозное КТ, это, как мы с вами понимаем, это должна быть система ведения больных с выявленными при КТ узлами легких. Куда должны входить? Биопсии, ПЭТ-КТ, наблюдение у онкологов, наблюдение, направление к таракальным хирургам. Без этого это бессмысленная процедура. Если мы просто массово делаем КТ легких, а потом не знаем, что с этими людьми делать, или люди не знают, куда нам идти, это бессмысленная трата денег и времени. Я думаю, что смысл моего ответа по ядни. То есть, это именно должна быть мультидисциплинарная программа, обязательно с участием онкологов, таракальных хирургов, которые бы занимались и вели больных с выявленными узелками в легких. И вторая история, что это очень сложная тема. Дело в том, что все равно КТ у взрослых людей, во-первых, КТ не делается всем. Американские рекомендации, на основе которых созданы российские, потому что у нас нет пока своих трайлов, на которых было бы показано, что, вы говорите, был положительный опыт. Было показано, что у ряда людей нашли узелки в легких, похожие на рак. Вот и все. Не было показано, что мы снизили, например, в условиях Москвы смертность от рака легкого. Другая история. Вот это успех скрининг, когда я снизил смертность от рака легкого. Ну, в Москве-то это... Москва обладает мощной системой онкологии. Я думаю, что в Москве этот проект... Ну, во-первых, сейчас пошла второй этап этого проекта, с учетом мелких недочетов первая. И я думаю, что второй этап будет реализован именно вот... Он уже реализуется так, как я говорил, с использованием систем измерения узелков, искусственного интеллекта и так далее. Это очень интересная тема и очень правильная. Но, опять же, в масштабах страны, и мы с вами говорили, никто не говорит о том, чтобы делать низкодозные кота легких всем, или начиная с какого-то возраста. По американским стандартам это люди старше 55 лет, злостные курильщики. То есть, естественно, как в любом скрининге, есть группа риска. Если мы возьмем, например, скрининг рака молочной железы, то там порог... Там есть риск мутации BRCA, когда это раньше начинается и так далее. Там все-таки основной критерий это возраст, включение в программы скрининга, где, кстати сказать, разные международные общества есть разные рекомендации, с какого возраста начинать скрининг. Кто-то говорит 40 лет, кто-то говорит 45, кто-то 50. Поэтому тут тоже есть разные пороги. С раком легкого немножко большой вопрос формирования группы риска. То есть, пока она такая очень консервативная. Вот те группы, где показано снижение смертности. То есть, это люди старше 55 лет, злостные курильщики, которыми я сказал, в основном это мужчины. Но злостных курильщиков сейчас все сложнее найти, потому что курение сейчас, слава богу, исчезает. А рак легкого у не курильщиков он существует. Я, знаете, еще хочу, может быть, слушателям будет не безинтересно сказать, что вообще история со скринингом, но и вообще клинической медицины она сложная, потому что есть масса трайлов по снижению смертности, что, например, смертность от прескрининга рака легкого, вот в исследовании Нельсон было показано снижение смертности от рака легкого, даже еще в большей степени, чем в американском трайле. А снижение общей смертности не произошло. Если вы почитаете эту статью в Ланцете, если я, организатор здравоохранения, скажу, ну хорошо, мы снизили, общую смертность снизили? Нет. От рака легкого? Да, снизили. Общую снизили? Нет, не снизили. Но это в Нельсоне, да? В американском исследовании, с которого все началось, там было снижение общей смертности, но в меньшей степени, чем снижение от рака легкого. То есть, опять же, если вы хотите услышать мою точку зрения, я считаю, что, конечно, скрининг рака легкого с помощью низкодозной КТ – это очень перспективный инструмент снижения смертности от рака легкого. Но только это достаточно дорогостоящая мультидисциплинарная проблема. Она не сводится просто к массовому применению. Я хочу еще, знаете, интересную вещь сказать. Она всем пришла в голову. Просто вот когда немножко через месяц-два у нас как бы схлынул, вот здесь тоже был ковидный центр, где мы с вами находимся. Когда мы тоже работали как ковидный центр, делали только КТ легких и удаленно смотрели, и все. Фактически, это же скрининг рака легкого. То есть, во всех городах России, особенно в Москве, в Петербурге, огромному числу людей была выполнена КТ грудной клетки. И у очень малого, буквально у единиц людей мы находили, как случайно находка, находили опухоли легкого. Но говорить о том, что это было массово, что действительно мы увидели, что мы у 5% людей нашли какие-то злокачественные очаги, нет. Были какие-то явно доброкачественные узелки. То есть, опять же, это говорит о том, что это не такая простая проблема, что очень большая проблема это формирование группы риска. Кому мы делаем скрининг рака легкого и как мы их дальше ведем. Поэтому в России есть регионы, где есть, помимо Москвы, есть другие регионы, где уже запущены программы скрининг рака легкого с помощью КТ. Так что в самое ближайшее время мы услышим результаты. Но я думаю, что самые интересные результаты придут, конечно, из Москвы. У нас уже есть несколько публикаций по лечению, по сравнению ковидных и нековидных пневмоний. У нас были работы, но это немножко другая история, о чем говорят про осложнение ковида. Известно, что тяжелый ковид к повышению частоты тромбоэмболии легочной артерии. То есть, были случаи, когда мы выполняли ангиопульмонографию, КТ, и находили тромбоэмболы. Ну, понимаете, у нас работа наша... Мы сейчас этим занимаемся. Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом. И мы используем наши данные для обучения системы искусственного интеллекта. Но все-таки наша клиника не очень большая. Это не город Москва. То есть, у нас статистически нет тысяч пациентов. Поэтому на нашем материале мы не увидели. Но мы нашли два случая опухоли легкого у пожилых людей. И все. Пока это... Ну, вот спасибо за идею. Я думаю, что любая городская больница, и учитывая, что в Москве, как вы знаете, все поликлиники, которые были ковидными центрами, и часть больниц, и в ближайшее время все больницы, они подключены к едино-информационной сети Москвы, где хранятся все данные лучевых методов, то это, конечно, отличная платформа для анализа данных. Совершенно уникальная вещь, куда были вложены огромные деньги, но которые позволят получить очень интересные научные результаты, чем сейчас занимается в Департаменте здравоохранения Москвы. Должны ли флюорографические исследования остаться в числе массовых скрининговых исследований населения? Вы знаете, моя точка зрения, что нет. И эта точка зрения, много раз я это слышу, которую высказывает Игорь Евгеньевич Тюрин, главный специалист, который в нашей стране является одним из опинин-лидеров по таракальной радиологии. Потому что, ну и вообще, а что такое флюорография? Флюорография – это плохой рентген, ну что такое флюорография? Поэтому я считаю, что не должно быть такого вообще понятия. Флюорограф должен быть цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет с хорошим качеством, большим потоком выполнять снимки. То есть вот то, что раньше, значит, быстрое, с низким качеством. Но вообще история флюорографии же началась, когда снимали на широкоформатную кинопленку. Были вот эти маленькие кадрики. Эта вся история, когда была очень высокая заболеваемость туберкулезом, это на самом деле история скрининга туберкулеза советских времен. Когда массово, чтобы подавить высокое, начиная с послевоенных лет, эпидемия туберкулеза была широко внедрена флюорография. И этот метод оказал свою положительную роль в борьбе с туберкулезом в Советском Союзе. И у нас был большой всплеск туберкулеза в стране, как вы знаете, в первые годы перестройки. Потому что туберкулез – это социальная болезнь, как многие болезни. И он неизвестно откуда. Как вот там крысы, чума, когда возникают какие-то несчастья. Если вы посмотрите на заболеваемость туберкулезом, то пики – это войны. Первая и вторая мера войны, всплеск туберкулеза. Голод, несчастье, стресс. И то же самое произошло в 90-х годах. И с тех пор в России по-прежнему высокая заболеваемость туберкулеза, но она постоянно и неуклонно снижается. Поэтому я думаю, что это должен быть цифровой рентген, переход на цифровой рентген. Входит ли ПЭТ-КТ в клинические рекомендации и стандарты онкологической помощи? Ну, это вообще ситуация несложная. Он вписан, и там достаточно ясно прописано. Вот сейчас, как вы знаете, Минздрав сделал очень правильное дело. Сейчас переписываются все клинические рекомендации. Вы знаете, у Минздрава есть сайт специальный, где всем обществам велено обновить. Эта работа еще не закончена. Она будет закончена в этом году, потому что я член комиссии экспертного совета Минздрава по этим рекомендациям. Но большая часть из них, важнейшая, они готовы. Например, рекомендация по раку легкого. Это написано, когда делать ПЭТ. То есть, ПЭТ ни в коем случае не метод диагностики первой линии. Есть достаточно детальные рекомендации, что если у человека нашли, например, узелок в легком, непонятный, то это есть вероятность шкала Ланградс. Как это расценивать? Где описано, один узел или много, какие его размеры в миллиметрах. Обычно универсальный инструмент, если это симптомный человек, мы не думаем о метастазе, то это наблюдение в динамике, если это узел небольшой, до 10 миллиметров. Обычно эти люди наблюдаются, там прописаны интервалы, мы смотрим, растет или не растет, и с какой скоростью. К тому же компьютерная волюметрия нам позволяет предсказать скорость роста, удвоение объема. Это будет удвоение объема за 3 месяца, либо за 2 года. Это большая разница. Если за 2 года, это брокачный узел. Если удвоение будет за 3-6 месяцев, это злокачественный узел. ПЭТ важнейший метод стадирования рака легкого. В рекомендации еще они написаны достаточно консервативно. Моя точка зрения, я считаю, что любой человек, у которого диагностировано и подтвержден при биопсии рак легкого, мне кажется, что по возможности ему нужно сделать ПЭТ-КТ, чтобы оценить поражение лимфоузлов. Потому что КТ не специфичный метод для лимфоузлов. Метастаз может быть в лимфоузле нормального размера. КТ видит хорошо лимфоузлы. Но вот лимфоузел 8 миллиметров в средостении. Он может быть поражен раком, может быть не поражен раком. Это крайне важная информация. Уж не говоря об отдаленных метастазах. Поэтому не все раки копят в торгиокси глюкозы. Это тоже другая история. У нас не про ПЭТ-КТ разговор. Но наиболее, просто это наиболее массовый, наиболее, ну скажем так, относительно дешевый метод, опробованный в торгиокси глюкозы, который основной хлеб ПЭТа. Но самые распространенные раки, то есть это не рак легкого, рак толстой кишки, рак подживодочной железы, меланомы, лимфомы, они все копят в торгиокси глюкозу. То есть это важнейший инструмент стадирования и оценки лечения, если человеку выполняется химиотерапия или диагностики рецидивов. ПЭТ-КТ допустимо в рамках ОМС. Насколько исследования доступны населению в целом? Да, вот вы знаете, в нашей стране, я считаю, что это очень здорово, что произошло. У нас долгие годы ПЭТ было очень мало. ПЭТ-центр, у нас вообще ядерная медицина отставала от мирового развития. То есть КТ и МРТ у нас развивались очень бурно. Ядерная медицина отставала. И сейчас ПЭТ-КТ вошла в тариф ОМС и по направлению онкологов она выполняется. Другое дело, что, конечно, регионы России, они по-разному насыщены ПЭТ-центрами. Если Москва очень хорошо насыщена ПЭТ-центрами, их несколько десятков в Москве, и они работают в системе ОМС, то есть регионы, где ПЭТ-центров немного. Но здесь интересная история, вот роль частной медицины, что даже в Москве значительная часть ПЭТ-исследований по ОМС выполняются частными центрами. Очень хорошо они делают это в большом объеме, потому что высокие тарифы, им это экономически выгодно делать. И здесь вот такая ситуация взаимовыгодная. И то же самое сейчас происходит в регионах, что целый ряд частных сетей, они заключают договоры с госучреждениями, на их территории ставят ПЭТ-центры. Понятно, что это все равно часть онкологической службы, потому что голый, вот как мы говорим, голый ПЭТ-центр, тоже желательно, чтобы он имел партнерство с каким-то онкологической сетью. И это приносит пользу. Поэтому ситуация с ПЭТ-КТ в нашей стране улучшается. Она не во всех регионах хорошая, но с каждым годом открываются десятки ПЭТ-центров в разных регионах России, она очень быстро улучшается. Лишь бы на это хватало 3 ФОМС. КТ-центры для выявления поражений легких при коронавирусной инфекции появились в Москве. Какова ситуация в регионах? Мне, ну вы знаете, тут я побоюсь сказать, я не знаю, я не могу знать ситуацию в каждом регионе. Я просто знаю, что есть регионы, где нет ПЭТ-КТ, они их направляют в соседние регионы. Но, понимаете, опять же, как я вам говорил про скрининг рака легкого, но ПЭТ-КТ реально нужно там, где есть высококвалифицированная онкологическая служба и хирургия. Если в регионе, как правило, это все идет параллельно, если в регионах нет центра высокого уровня, например, по лечению рака легкого или, значит, центра химиотерапии, ну тогда и ПЭТ там особо и не нужно. Тогда эти больные поедут в другой регион, где им окажут эту помощь, и там же сделают ПЭТ-КТ. То есть это ситуация, и поэтому то, что я сейчас вижу, что ситуации, и чем занимаются частные сети, если вы посмотрите и в Москве, то же самое, они же строят, смотрите, они строят онкологические стационары, они строят там же центры лучевой терапии, потому что следующий шаг, значительная часть этих людей, если у них, к сожалению, диссиминированная болезнь, там идет комплексное лечение или лучевое лечение, должна быть лучевая терапия. То есть, опять же, сами по себе ПЭТ-центры – это часть общей сложной миногранной системы онкологической помощи. Если этой системы помощи нет, то сам по себе ПЭТ-центр, он тоже, получается, не очень нужен, потому что больные поедут лечиться в другой регион. То есть это все должно двигаться параллельно. Развитие онкологической помощи, которая должна обеспечиваться, конечно, ПЭТ-центрами. Она изменилась к лучшему, ПЭТ-центр к лучшему. Особенно в крупных городах она движется вперед. Были города, даже миллионники, где почти не было ПЭТ-центров, но в течение за ближайших, вот прошлый год, в этот год ковид вмешался. Я знаю, что эти ПЭТ-центры открываются. Вот в Краснодаре есть, я хорошо знаю, там есть великолепная краевая больница, где, по-моему, они занимают лидирующее положение в России по числу операций при раке легкого. Там очень долго не было ПЭТ-центра. Вот сейчас у них открывается ПЭТ-центр за счет сотрудничества с большой частной сетью. Какие прорывные технологии могут появиться в радиологии в ближайшие 10 лет? Расскажите о тех, которые появились недавно. Мне вот так повезло, что я вообще, вот я начал работать давно в лучевой диагностике, вот когда на заре развития МРТ, ну, я не видел хвостовства, но из песни слова не выкинешь. То есть я работал на первом в СССР МРТ-мографе. Я не был первым, но одним из первых, да, там, в середине 80-х годов. То есть все это произошло на моих глазах. Это вот развивалось вместе со мной. И я не могу сказать, что я сейчас вижу какие-то вот прорывные технологии, которые вот все уничтожат, да, и сотрут, и это будет только вот эта технология. Просто мне кажется, что сейчас идет такая вот достаточно быстрая эволюция всех технологий, что они становятся доступными. Это вот как была ситуация с компьютерами, с интернетом. То есть то, что 15 лет назад считалось элитным компьютерным томографом, сейчас это вот бюджет, и это работает для всех. Так же, как с автомобилями, да, то, что раньше было, о, автомобиль у нас там, не знаю, автоматическая коробка 20 лет назад, какой у меня автомобиль, да, теперь это есть в самом дешевом автомобиле. То же самое с КТ, что сейчас методы, которые раньше считались экспертной диагностикой, вот тот же КТ, он превращается, вот я называю КТ такой швейцарский нож учевой диагностики, да, что он, они существуют массово. И если вот мы с вами посмотрим, то получается, что у значительной части больных и рентгенографии, это особо получается, о чем мы с вами говорили, я говорю про стационар, про диагностику, да, не про массовое применение, не про ковид, что если что-то будет непонятное, то все равно будем делать КТ, да. То есть КТ превращается, или МРТ, они становятся более доступными методами лучевой диагностики. Это удивительно. Между ними есть еще и какая-то внутренняя конкуренция, потому что, например, я считаю, что если, например, говорить о радионуклеидных методах, то, например, МРТ является самым, я бы сказал, таким опасным конкурентом ядерной медицины, потому что МРТ тоже позволяет видеть всякие пораженные метастазами лимфоузлы за счет техники диффузионно-извешенного МРТ-контрастирования. Просто пока это не так стандартизовано, и в этом плане ПТ-КТ является, без сомнения, эталоном. Но МРТ тоже очень быстро движется в область онкологии. И я вам скажу больше, например, для диагностики метастазов печени. Это моя точка зрения. МРТ лучше всех. Ну, из методов лучевой диагностики. Лучше МРТ с DVI, со специальными контрастными препаратами. МРТ превосходит ПЭТ для печени. Все методы делаются экономичнее, и они становятся доступнее. Вот это очень важно. То есть сейчас все ведущие производители, они свой фокус сосредоточили, помимо развития каких-то новых опций КТ-МРТ, которые очень часто не используются. Вот у нас какая-то новейшая методика. У врачей нет времени ей заниматься. Но они очень много денег вкладывают в то, что сделать приборы максимально удобными, интуитивно понятными для диагностики лаборантом. Чтобы прибор сам позиционировал пациента. Вот сейчас вот новые модели томога пойдет собольной. И ты ему говоришь, давай на грудную клетку. Нажимаешь кнопку, он сам позиционирует. Стоит камера, стоит планшета. И пациент сам позиционируется. И выскакивает протокол низкодозное КТ. И, собственно говоря, вклад ошибки, например, рентген лаборанта, он минимизируется. И то же самое касается системы искусственного интеллекта, которая... Это сейчас самая горячая тема. Я всегда на эту тему говорю. Конечно, и врача-рентгенолога не заменят, ну, скажем так, на нашей жизни. Но они в какой-то мере, не знаю, облегчают ли они ему жизнь, но они уменьшают процент ошибок. Они ему подсказывают. Вот как любая вещь, как мобильный телефон, который нам позволяет что-то не забывать. Они просто делают его работу удобнее и уменьшают процент ошибок. Другое дело, что есть всегда обратная сторона медали. Вот этот вклад компьютеров в мобильные телефоны, что они увеличивают нагрузку. Как только появляется инструмент, который нам позволяет работать эффективнее, растет объем работы. Неизбежно путем административных мер либо каких-то других мер экономических постоянно растет работа на врача. Значит, можешь работать больше, вот у тебя же есть искусственный интеллект, давай работай больше. То есть вот тут тоже такая планка. И я просто вижу, что мои коллеги, рентгенологи... У меня масса есть знакомых, которые работают в практическом здравоохранении, в поликлиниках, в больницах. Мне такое впечатление, что в последние годы нагрузка на рентгенологов возросла очень сильно. И когда мне говорят, ну, искусственный интеллект врачей уже не будет, ребята, о чем вы говорите? Врачей не хватает, они перегружены. Они будут только рады, если их работу на себя возьмет искусственный интеллект. Но что-то пока я не вижу, чтобы их работу брал на себя искусственный интеллект. Они перегружены работой, они выгорают на работе. Мы как раз должны думать, организационно и путем создания компьютеров, и сетей, и ПАКСов, и телерадиологии немножко сделать их работу чуть легче, чтобы они меньше уставали, меньше ошибались, чтобы у них было время на саморазвитие, на обучение. Вот это очень важно.